В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Маршал Жуков, Великая Победа, Дорога Жизни. В столице региона на площади памяти высадили военные сорта сирени. Вывел их селекционер и фронтовик Леонид Колесников. Теперь цветы, которыми встречали победителей в далеком 45-м, будут напоминать об одном из знаковых событий в истории страны. Небольшие саженцы сирени зацветут через пару лет. Именно это растение считается символом победы. С сиреневыми букетами в руках женщины встречали солдат с фронта. Теперь цветущая аллея появится в Самаре в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Самарские волонтеры высадили 15 молодых саженцев. Представители всех университетов, которые впоследствии, эти сирени будут за ними закреплены, я думаю, в периодичности будут приходить, ухаживать и говорить, что вот эту именно сиреню посадил я. К патриотической акции присоединились ветераны Великой Отечественной войны. Дмитрий Андреевич Птицын прошел всю войну. Был штурманом бомбардировщика. Окончание войны встретил под Ленинградом. Тот день в памяти до сих пор. Началась сильная стрельба. Сначала подумал, немцы атакуют. Оказалось, праздничные залпы. Ну, стрельба, это вот сообщили по всем, там наземные войска были, понимаешь, и начали салютировать. Эти зенитщицы из орудий салют, понимаешь. На утро уже расцветать стало. Народ вышел на улицу, целовались, плакали. Акция «Сирень Победы» проходит во многих регионах страны. Во всех городах-героях уже высажены тысячи саженцев. В Самаре в патриотической акции приняли участие более 500 человек. На этом решили не останавливаться. Саженцы сирени высадят и на других площадках. Это десятки школ, это десятки вузов, которые вот за период этих двух недель присоединились к данной акции и вот проводят ее на своих школьных участках, на вузовских площадках. Всего до 9 мая в Самаре высадят несколько сотен саженцев сиреневого символа Победы. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. Благоустраивают в Самаре территории возле домов, в которых проживают ветераны. В городе продолжает действовать программа «Двор, в котором мы живем», но помогают не только. Городские власти, предприниматели отремонтировали помещение, в котором располагается Совет ветеранов Кировского района. Бодростью духа и боевым характером в свои 90 лет Владимир Иванович Чудайкин даст фору многим молодым. На посту председателя Совета ветеранов Кировского района, герой Советского Союза, активно участвует в общественной жизни. Подарок ко Дню Победы сделали предприниматели. Они отремонтировали помещение, которое занимает Совет ветеранов. Вид там приличный сейчас стал, настроение поднялось у нас, а то зайдешь как-то в убогое помещение, морально как-то все побивают. А это морально повышает настроение. Еще один подарок Владимиру Чудайкину, а заодно и всем его соседям – домофон. Теперь порядок и покой в подъезде для всех его жителей обеспечены. В дальнейших планах ремонт самого подъезда. Власти Кировского района отмечают, предприниматели откликаются на призыв помочь ветеранам очень активно. А их в районе проживает более 4 тысяч. Это те люди, которые обеспечили наше будущее, будущее наших детей. И повторюсь, это наш человеческий долг, праздник, чтобы это прошло на самом высшем уровне. С заботой и вниманием к ветеранам в Кировском районе относятся не только накануне 9 мая. В этом году территорию перед домом Владимира Чудайкина благоустроят по городской программе «Двор, в котором мы живем». Другие адреса, по которым проживают ветераны, также под чутким контролем районных властей. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Победу в Великой Отечественной ковали всем миром. Родину плечом к плечу защищали русские, украинцы, мордва, армяне, башкиры, белорусы. В преддверии 70-летия победы героям вручили юбилейные медали. Награждали победителей в торжественной обстановке. На сцену выйдет родина старик, последний на планете фронтовик. И голосом спокойный, и усталый, боюсь, бывалый, поведет рассказ о том, как солнце защищало встали, о том, как дерево сохранит на нас. Зал аплодирует стоя, у некоторых слезы на глазах. Это стихотворение Григорий Шнайдер год из года вспоминает перед каждым днем победы. На то, чтобы рассказать обо всех своих подвигах, признается, могут уйти часы. Сегодня он вместе с супругой Раисой вспоминает военные годы и боевых товарищей, жителей бывшего Советского Союза, которых объединила одна беда. В нашей батарее был Карелло-Фин один, в соседней батарее был узбек, был еврей. Были люди разных национальностей и во время войны, и после войны. Так что, значит, это была победа, достигнутая всем союзом. В преддверии 70-летия победы Григорию Шнайдеру и еще 10 ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали. Награда была утверждена президентом России Владимиром Путиным и стала знаком глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов разных национальностей. Если бы не было того духа в то время, духа дружбы, единства, сплоченности народов, конечно, ни о какой победе мы мечтать и не могли. Бок о бок сражались за эту великую победу, за независимость своей общей большой родины, чизны и за независимость малой родины. В Самарской области около 44 тысяч ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В преддверии 70-летия победы каждому из них вручат юбилейные медали. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Чтят в столице региона память о героях других войн. В Самарской школе открыли сразу четыре мемориальные доски участникам военных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе. Все они погибли при исполнении служебного долга. Все они – выпускники 54-й школы. О связи поколения в репортаже Анастасии Зубаревой. Юрий Соловов, Александр Рогов, Игорь Колодзий, Сергей Самсоненко. Когда-то их имена были в классных журналах, а сегодня известны каждому ученику 54-й школы. Участники войн на Кавказе и в Афганистане – сегодня они наглядный пример для подрастающего поколения. Открытие мемориальных досок в память отважным бойцам героям сейчас проходит по всему городу. Но что бы четыре сразу – в одной школе впервые. Быть постоянно готовым к геройскому подвигу нельзя. И это какой-то миг жизни, когда ты вынужден принимать решение. Принял, шагнул вперед и, оказывается, ты подвиг совершил. Ты не думал об этом, когда шагал. Ты думал о другом. Но внутренняя готовность к такому шагу воспитывается в таких школах. Подвиг героев не забыть. Современные школьники знают о нем со слов учителей. Здесь есть и свой военно-патриотический клуб, и отдельные уроки, посвященные духовному воспитанию. Выпускникам героям посвящен стенд на одном из школьных этажей. Работа взрослых приносит свои плоды. Нужно им прививать эту идею, идею того, что нужно гордиться своей родиной, нужно защищать свою страну. Доблесть и честь необходимо воспитывать с детства, уверены взрослые. Поэтому патриотическое воспитание в школе на первом месте. Я думаю, вот эта работа, она с Торицей сказывается именно на внутреннем каком-то мире человека, на внутреннем содержании, на становлении личности. Вот это мы и ожидаем какой-то результат. Ребята все выполняли свой долг. Вот я уже говорил, что на колени советского российского солдата никто еще никогда не ставил. В рамках празднования юбилея Победы во всех школах Самары пройдут классные часы, встречи с ветеранами, торжественные концерты и уроки мужества. Лариса Шлафаст, Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События. В 124-й школе на уроке мужества тоже звучали стихи и песни о войне, но, пожалуй, главным событием для школьников стала встреча с участником Великоотечественной Иваном Теньковым. Надели гимнастерки и шинели, вчерашние мальчишки цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Эти памятные строки школьники, которые знают о войне только по рассказам и фильмам, в преддверии празднования Победы подарили Ивану Григорьевичу Тенькову. В годы Великой Отечественной он сражался на Карельском фронте. Главной задачей было вывести из войны Финляндию, которая пыталась прорвать оборону советских войск с севера. Форсирование реки Свирь ветеран вспоминает до сих пор. 320 самолетов обрушили самовую нагрузку на тот берег. И там леса, болота, озера. И все это горело и, как говорится, поднималось с пламя дым до высоты. Участники военно-патриотического клуба словно прямо с фронта попали в школьный класс. Форма времен Великой Отечественной, погоны, медали. Маленькой Варваре всего четыре, а она уже рядовой пограничных войск Советской Армии. Форму девочки пошили в этом году. Патриотизм прививают с детства. Отец Варвары, участник военно-патриотического клуба Андрей Васильев уверен, детей необходимо знакомить с судьбами героев. Для нас и для наших детей это важно. И это будущее, и чтобы помнили. Так же, как и о Первой мировой войне, и помнили и о Великой Отечественной войне, и тех людей, которые погибли в локальных войнах. Это память, это история нашей страны. Здесь же небольшая выставка. Пистолеты, автоматы, винтовки военных лет. Чтобы школьники поддержали в руках оружие, которое помогло советским воинам отстоять честь страны. Ребята к приходу гостей тоже подготовились. Не просто выучили тексты, прочувствовали каждую строчку. Читая стихи, как будто становятся старше. Говорят, слова наизнанку выворачивают душу. О том, как проходила война. Как трудно тогда было. Но потом, в день победы, все были рады. Все теперь вспоминают об этом. И не надо забывать о тех страшных событиях. На памятном празднике ребята преподнесли ветерану подарки. А Иван Григорьевич передал школе книгу воспоминаний куйбышевцев о войне. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Как привить любовь к родине – главный вопрос, которым будет заниматься Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан. На первом заседании представители общественных и ветеранских организаций сферы образования обсудили проекты, которые в скором времени должны плотно войти в жизнь города. Уроки мужества, открытия мемориальных досок, акции памяти. Патриотические проекты в Самаре должны стать неотъемлемой частью жизни горожан. Регулировать взаимодействие школ и вузов с ветеранскими организациями и военно-патриотическими клубами отныне будет Координационный совет. Пока в его состав вошли 23 человека. Я даже не ожидала такой не просто активности, заинтересованности, а вот такого живого участия и желания в личный вклад внести вот в это дело воспитания военно-патриотического. Это было очень заметно сегодня, да, и ну это вселяет оптимизм. На первом заседании Координационного совета в городской думе прозвучало множество интересных предложений. Одно из них – возродить Тимуровское движение. Гайдар писал эту, сначала был написан сценарий, он писался как раз здесь, на нашей, тогда Куйбышевской, да, Самарской земле. Снимался этот фильм в 1442 году здесь, в котором участвовали наши куйбышевские ребята, и которые потом, и мне довелось некоторых из них знать, чуть-чуть повзрослев, одевшись солдатские шинели, защищали нашу родину. В следующий раз участники совета соберутся за круглым столом в июне. Алина Чемерес, Дмитрий Мишканцов, События. Студенческие отряды снова в строю на главную космическую стройку страны. Космодром «Восточный» отправились 15 студентов Самарского аэрокосмического университета. Самарцы уже помогали строителям в прошлом году, в этом к ним присоединятся порядка тысячи студентов со всей России. Пусть говорят, что романтики вымерли, пусть говорят, что их нет. С песней и жаждой новых впечатлений студенты Самарского аэрокоса собираются в путь через всю Россию в Амурскую область. Впереди два месяца ударной работы и веселой студенческой жизни. 15 самарцев будут помогать в строительстве космодрома «Восточный». Всего этим летом на стройку «Восточного» отправится около тысячи студентов со всей страны. Дело ответственное. Волнение перед поездкой не унять. Внести свой вклад в строительство. Все-таки грандиозное. Как сказал Владимир Владимирович, это главная стройка страны. Охота помочь. У нас есть передовики труда. Они нам будут помогать, подсказывать. К тому же с нами едут люди, которые в том году участвовали в стройке. Они имеют опыт. Попасть в стройотряд оказалось не так-то просто. Сессию студентам пришлось создать заранее. Отбирали тех, кто проявил себя не только в учебе, но и в труде. Благоустраивал территорию рядом с университетом, сажал деревья. Помимо трудовых будней, ребят ждут и спортивные соревнования, а главное – опыт. Будет общение со студентами из других городов. К тому же будет общение с подрядчиками и так далее. Это тоже опыт определенного плана. То есть уже будет действительно работа. То есть мы хоть и стройотряд, но мы едем работать. У студентов Аэрокосмического университета есть еще один стимул поработать. Первым с Восточного стартует полностью Самарский космический комплекс. Ракеты-носитель доставит на орбиту спутник Айс-2, созданный на РКЦ «Прогресс» совместно со СГАУ. Марина Кравцова, Константин Головин. События. До звезд дотянулся и задумка. Самарский коллектив взял гран-при на Всероссийском фестивале-конкурсе «Волшебная туфелька». Аплодисменты не утихали и в Самаре, когда юных артистов встречали на перроне железнодорожного вокзала. Ход конем сделали воспитанники коллектива «Задумка» на конкурсе в Москве и попали прямо в яблочко. Знаменитый матросский танец и постановка под песню группы «Любе» сразили на повал именитых звезд мирового балета. Михаил Лавровский – это народный артист России, лауреат государственной премии, балетнистер Большого театра. И самое главное, что он сказал, что было нам очень приятно, что коллектив наш отличается не только мастерством ансамбля в исполнении, но видна индивидуальность каждого ребенка, и каждый артист нас ценит и личность. 16 коллективов со всех уголков страны схлестнулись в танцевальном бою за право называться лучшим. Задумки гран-при вручили в последнюю очередь, когда все остальные призы уже раздали. Когда мы уже подумали, что раздали все кубки, награды, мы ужасно расстроились. Но потом, когда нас объявили, как бы мы лучший коллектив России, то мы восхищались. Это восторг был всю поездку до конца. Мы столько получили удовольствия, и публика нас поддерживала. Очень много раз кричали, хлопали. Родители юных артистов на своих детей не нарадуются. Мама Александра Трегубова, Ирина, говорит, сын в 11 лет отличается собранностью и дисциплинированностью. Они становятся намного взрослее, серьезнее, ответственнее. Они собранные. Если первые поездки – это три дня сбора чемоданов, то с каждой поездкой мы их собираем все быстрее и быстрее. Главная наша задача – не забыть костюмы. После блестящей победы творческие планы задумки необъятны. Впереди множество конкурсов. Скоро ребята отправятся покорять Грузию. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. И к новостям спорта. Необычный хоккейный матч прошел в Самаре. Профессионалы ЦСКА ВВС играли против команды фанатов. Некоторые болельщики взяли клюшки в руки впервые. Что из этого получилось, увидел Сергей Кизоркин. Профессиональные хоккеисты против болельщиков. Такого Самара спортивная еще не видела. Неделя ушла у организаторов встречи, чтобы собрать команду любителей хоккея. Некоторые примерили на себе экипировку. Встали на коньки и взяли клюшку в руки впервые. Одна тренировка и сразу дебютный матч. Против профессионалов ЦСКА ВВС. С трибун все окажется намного легче, то, что тут на льду происходит. А когда выходишь сам, понимаешь, что это не так легко. Играли профи любители по хоккейным правилам, но поблажки для фанатов были. Три двадцати минутки грязного времени, без силовой борьбы. А чтобы счет не получился космическим в пользу военных летчиков, ворота фанатов защищал галкипер ЦСКА ВВС Никита Скатов. Это же просто прекрасно, потому как, собственно говоря, сейчас еще больше извинений болельщиков с командой происходит. И, собственно говоря, мы понимаем, что такое труд вот этот вот, и что за игра, которую ребята нам показывают. То есть побывали маленько в их шкуре. Ну вот, собственно, хотелось бы, чтобы почаще такие игры были, хотя бы раз в полгода. С самого начала игры серебряные призеры российской хоккейной лиги показали, кто все-таки на льду хозяин. Мастера ЦСКА ВВС повели в счете 2-0, но потом дали фору своим поклонникам и выбрали для себя роль догоняющих. Матч как бы шоу такое, то есть счет здесь неважный, главное как бы, чтобы красиво всем понравилось и остались довольны. Это же приятно, прежде всего, болельщикам приятно увидеться с ребятами, за которых они переживали весь год. Мне кажется, это праздник хоккей. В матч шоу Никита Скатов галкипер летчиков побил рекорд по пропущенным шайбам за всю свою спортивную карьеру, но остался доволен. Ведь игра завершилась ничьей 11-11. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргис на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Государственный внешний долг России в марте 2015 года снизился на 1,4% до 53,5 млрд долларов. Внешний госдолг, выраженный в евро, увеличился почти на 1 млрд евро. Основной причиной снижения внешней задолженности России в марте было уменьшение долга перед нерезидентами по еврооблигациям с погашением в 2030 году. Отчасти это свидетельство того, что России хватает заработка на себя. С другой стороны, это никак не свидетельствует о том, что экономика выздоравливает. Пока Россия борется с внешним долгом, восьмая часть населения страны борется за выживание. Доходов многим гражданам с трудом хватает лишь на питание. Более половины горожан признаются, что могут позволить себе лишь покупку предметов первой необходимости. И это данные Департамента социологии Финансового университета при правительстве России. Специалисты отмечают, что количество бедных медленно сокращалось, однако в прошлом году количество бедняков резко возросло. В первом квартале этого года количество россиян, живущих за чертой бедности, сравнялось с численностью представителей среднего класса. Городами с наибольшей долей бедных жителей стали Липецк, Волгоград, Саратов, Ярославль и Пенза. Наименьшее число бедных отмечено в Грозном, Красноярске, Екатеринбурге, Москве и Хабаровске. В марте Кипр посетили 97,5 тысяч туристов, что на 25,7% больше, чем в марте 2014 года. Возросло количество туристов из Великобритании, также увеличился туристический поток из Греции и Германии. А вот российских туристов стало меньше на 3,4%. Правда, у киприотов есть повод для радости. Снижение турпотока из России оказалось не таким масштабным, как ожидалось. Российский рынок акций открылся с незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии вторника. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1679 пунктов. Среди лидеров роста – ЛСР, Полюс Золото, Акрон, НЛМК, Яндекс, МВД, Мечел и Преф и Сургут нефтегаза. Список аутсайдеров возглавил мегафон на фоне публикации квартальной отчетности. Хуже рынка также выглядят Татнефть, Новотек, ОГК-2 и Солерс. Российские торги открылись на фоне снижения цен на нефть, а также в ожидании итогов заседания ФРС США по ставкам. Динамику индексов азиатского региона можно назвать умеренно пессимистичной. Курс доллара на 29 апреля – 52 рубля 30 копеек, курс евро – 56 рублей 90 копеек. Золото стоит 2020 рублей за грамм, серебро стоит 27 рублей 44 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара 38 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Ладовец Анатолий Емелин возглавил хоккейный Салават Юлаев. Самарская шпажистка выиграла серебро молодежного чемпионата Европы. Самарские теннисисты собрали весь комплект наград на первенстве России. В Архангельске на первенстве России по настольному теннису самарские спортсмены выиграли медали разного номинала. В смешанных парах Мария Тайлакова и Егор Овчинников взяли бронзу. В личном первенстве Овчинников стал вторым, проиграв в финале Артему Двойникову у Республика Коми. Зато его партнерша Тайлакова завоевала чемпионский титул. Мария праздновала победу над питерской теннисисткой Анастасией Колиш. Еще одно серебро на ее счету в командном зачете. В Италии завершился молодежный чемпионат Европы по фехтованию. Самарская шпажистка Алена Комарова завоевала серебро в командном первенстве. Сборная России победила соперница из Голландии 45-20 и Польши 45-31. В финале команда Комаровой уступила итальянкам 33-45. Бывший нападающий хоккейной «Ладо» Анатолий Емелин возглавил Салават Юлаев, команду континентальной хоккейной лиги. В лихие 90-е Емелин в составе автозаводцев провел 8 сезонов, сыграл 373 матча, забросил 148 шайб. В 1998 году спортсмен перешел на тренерскую работу, руководил «Ладой» и «Екатеринбургским автомобилистом». КОНЕЦ 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 КОНЕЦ